Красное колесо прокатилось и по Европе, Первой мировой войной. В этот четверг в австрийском городке Грац была открыта мемориальная доска в память о бузниках первого концлагеря Европы, концлагеря Толергов. Алексей Денисов о том, для кого построили ту фабрику смерти. Сентябрь 1914 года. После 30-ти дневных упорных боев русская армия занимает всю Галицию. Австро-венгерские войска, потерпев сокрушительное поражение, отступают за Карпаты. Во Львове и других городах наши солдаты и офицеры встречают самый радушный прием. Местные русины приветствуют их как освободителей и близких родственников. Семейная фотография с русской винтовкой на память. Вскоре прибывшие с войсками корреспонденты российских и зарубежных изданий обнаруживают в Галиции огромное количество свежих могил. Почти в каждом селе жители рассказывают о повешенных, расстрелянных или угнанных в концлагерь родных и близких. Даже колокольный звон рассматривался как враждебная акция. Только за него могли запросто арестовать или расстрелять. По признанию австро-венгерских капелланов, из-за этого пострадали очень много невинных русинских священников. Или, например, крестьянки зажгли в хлеву огонь, чтобы подоить коров. Но для военных это световой или дымовой сигнал врагу. Их тут же обвиняют в измене и отдают под суд вместе с детьми. Летом 1914 года австрийские власти отдали секретный приказ. Создать для русофилов особый концлагерь Талергов. Местом для него они выбрали небольшую долину у подножия Альп, близ города Грации. Именно Талергов станет первым лагерем смерти в истории Европы. Сюда будут сажать невинных людей по этническому признаку. В данном случае только за то, что они считали себя русскими. Единственный памятник, посвященный этой трагедии, сегодня можно увидеть на Львовском Лычаковском кладбище. Свыше 20 моих родственников сидело в Талергове. Среди них мой прадед Феодор Осипович Крушинский. А за что его посадили? Посадили якобы за московский пропаганду, за то, что читал русские книжки. Толстого, Гоголя, Пушкина. Тогда вообще сажали за русскую открытку или адрес даже на открытке. Этот памятник в память жертв Талергова открыли в 1934 году. Процессия во время его открытия растянулась более чем на 3 километра по Львову. За время Первой мировой войны в австрийские концлагеря, по словам Владимира Крушинского, было сослан от 30 до 40 тысяч русин. По данным составителей Талерговского альманаха, всего в результате австро-венгерского террора на территории Галиции, Буковины и Закарпатия пострадали 120 тысяч человек. Было убито около 300 униадских священников, заподозренных в симпатиях к православию. Результатом геноцида русин стало то, что их удельный вес во Львове сократился почти вдвое. Более 100 тысяч галичан, спасаясь от австрийского террора, бежали в Россию вместе с отступающей русской армией летом 1915 года. Военный террор против русин достиг такого размаха, что император Франц Иосиф вынужден был издать специальный указ. В нем говорилось, что не нужно подозревать всех, кто называет себя русскими, в нелояльности к трону, а военным следует быть более сдержанными в применении карательных мер. В газетах было запрещено публиковать фотографии повешенных москвофилов. В то же время, чтобы еще раз доказать существование русского заговора, в столице были организованы два крупных политических процесса. Все венские процессы над галичскими русофилами происходили вот здесь, в здании окружного суда Ландосвера. Поскольку прямых доказательств их государственной измены не было, то в качестве улик фигурировали обычные русские газеты и журналы, полученные по государственной австрийской почте. И даже частные открытки с видами русских городов. Одно из самых абсурдных обвинений гласило, что якобы русофилы хотели отделить Галицию от Австро-Венгрии и присоединить ее к Российской империи, пропагандируя русский язык и литературу среди местных крестьян. Несмотря на полное отсутствие конкретных доказательств, суд приговорил всех семерых обвиняемых к смертной казни через повешение. Еще 17 галецко-русских общественных деятелей были приговорены к высшей мере во время второго венского процесса в 1917 году. Сегодня все материалы венских процессов, а также документы, касающиеся депортации галецких русин в концлагеря Талергов и Терезин, находятся здесь, в Государственном архиве Австрии. Сегодня мы с вами увидим их впервые. По словам сотрудника военного отдела Клауса Пильмайера, всех приговоренных к виселице Русин в последний момент спас русский император Николай II. Через испанского короля ему удалось добиться замены смертной казни на пожизненное заключение. А уже весной 1917 года новый австрийский император Карл I объявил им амнистию. В своем рескрипте Карл I написал «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими». Правда, тысячи русин, окончивших свою жизнь на виселицах или в концлагерях, уже не смогли оценить великодушие нового императора. Алексей Денисов специально для программы «Вести недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова